609 глава вышла. Всем привет, это Orange Man. Итак, что мы видим в самом начале главы? В самом начале главы мы видим, как избитый до полусмерти блюющий кровью. Да, я не устану это говорить, потому что это зрелище прекрасно. Толстобровик у нас держится за сосну. Точнее, даже сосна его держит, так обняла. Он так прям полу в коме, такой стекает, и кровью плюет. Это просто великолепное зрелище. Ну ладно, если серьёзно, то печально, что Кишимото нам так и не покажет. Ну, возможно, ладно, в будущем я не буду говорить, возможно, он покажет, но пока он не показал, как Толстобровик входит в врата, как он там грубает ярость и начинает всех бить просто со страшной силой, потому что из-за этого года мы, в принципе, понимаем, что Наруто, опять же, может дать 5 Толстобровику, Толстобровик зарядится от батареечки, получит заряд чакры и сможет там всех раскидать направо-налево. Так что буду надеяться, конечно, ну, я думаю, многие тоже надеются, фанаты Гая, что он всё-таки откроет врата и покажет всем, где раки зимуют. Вот, но пока для фанатов Гая я могу сказать только одно, что вот в прошлой главе он использовал этого тигра, полуденного тигра, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, киньте в меня яйца и помидор один. Вот, значит, использовал этого полуденного тигра и, по сути, вынес Мадару на целую главу, то есть целую главу нам сейчас они показывают, только в конце он так эпично такой сидит, сидит такой, о, да, типа я на пафосе, я крут. Вот, и, то есть Гай круто, он вынес Мадару на целую главу, такое даже Каги не могли сделать, а он, да, он просто, просто Гай. Мне ещё не хватает улыбки, такой блеск, да. Что касается способности Наруто передавать чакру, точнее, это Девятихвостый передаёт чакру любому, кому захочет и когда захочет, в принципе, это, ну, лично меня не удивило, я думаю, что, ну, да, забавно, в принципе, прикольно, с этим можно поиграться, особенно сейчас, там, дать какакаш второе дыхание, Гае второе дыхание. В принципе, такая забавная способность, получается, Нарик бегает, как прям ходячая батарейка, как ходячая розетка, засовываешь два пальца, заряжаешься чакрой, ну, забавно, да, Кишимото мастер таких вещей, опана и нежданчик какой-то, о котором мы даже и не думаем. Не обращайте внимания, просто глаз зачесался. Ну, а теперь перейдём к самой крутой, наверное, части манги, это вот мини-баттл между Какаши и Йобита. Видимо, Кишимото смотрит мои выпуски, мой прошлый выпуск, да, определённо он смотрит, потому что, как я говорил в прошлом выпуске, то, что Кишимото, ну, прям, пожалуйста, ну, не так, конечно, я сказал, но я имел в виду, что было бы круто, если бы всё-таки баттл в этом измерении, который телепортит Какаши, свои объекты и Йобита, был прикольно, если бы там был бы такой хотя бы мини-баттл. Вот, по сути, мини-баттл мы увидели, так что Кишимото спасибо, Кишимото-сан, так, держать, смотреть мои выпуски дальше Orange Man, так что большой палец вверх, ставьте мне, ну, ладно. В общем, да, это было действительно реально прикольно, особенно, когда, там, Какаши дал ему так вподых, Йобита начал бливать кровью. Люблю Кишимото вот за такие ишки, но я думаю, вы тоже. Единственный момент, когда я видел, что кровь у Йобита прям струится, струится изо рта, я подумал, да ладно, что, круто, прям, Какаши взял кунай, так ему вподых дал кудаем. Ну, нет, мы увидели просто банальный, там, удар ему вподых, там, потом троечку прописал, раз-два, и потом по роже. Это, конечно, круто, но кунай был бы круче. Сами подумайте, там, Какаши берёт кунай, засовывает ему прям вподых, этот бливёт кровью, как бы, всё логично, понятно, от чего кровь и так далее. А самое забавное, что потом, когда вот этот, как бы, батл заканчивается, они расходятся, если вы помните, то у Йобита у него есть... Устал говорить. Йобита у него есть, нет, ДНК первого Хакаги, вот, и, по сути, он может зарегениться. То есть, Кишимото бы ничего, по сути, не потерял, если бы дал Какаши от кунай. Мы бы эту сцену только запомнили ещё больше, потому что она была бы эпичней, вот. Ну, и Кишимото потом также развёл в разные стороны противников, и Йобита просто бы залечился там по-бырому, потом также пробудился бы Десятихвостый. Вот, так что с кунайом было бы, я думаю, круче. Ближе к концу оба хвостатых, Восьмихвостый и Девятихвостый, делают гигантскую бомбу хвостатых, ультимейт бомбу хвостатых, запускает её в типа Десятихвостого готовящегося, ещё не вылупившегося, и мы видим на материке гигантский-гигантский взрыв. Ну, по-моему, Кишимото немного переборщил, потому что от этого взрыва бы, я думаю, и хвостатые сами бы сдохли, и маленькие человечки, там, вот, Наруто, Оби-Токакаши, Гай, и, конечно же, Мадара, они там все нахрен разлетелись. Так что Кишимото, конечно, много переборщил, но Эпик, да, Эпик чувствуется, безусловно. По поводу Десятихвостого. Я думаю, все рассматривали эту картинку долго-долго, и, наверное, многие заметили, что у него было 10 хвостов, и у него было 10, как бы, таких отростков на спине, типа пик, 10 пик. Не знаю, к чему это, но просто забавно, что их было 10, там, может, Кишимото как-то это обыграет потом, может, уже придумал, как обыграет. Да, и маленький-маленький такой момент, это будет речка сейчас отступления от манги, по сути, на Десятихвостом были видны вены, ну, капилляры, вены, короче, такие черненькие, прожилочки, вот, и мне это напомнило брата Кишимото, да, кто не знает, у Кишимото есть брат, его зовут Кишимото Сейше, если не ошибаюсь, они близнецы, и, как раз, Кишимото Сейше, по-моему, младший брат, вот, он тоже рисует мангу, достаточно популярен, в принципе, там, одна такая, первая мощная его манга, это была Сатана 666, кто хочет, может почитать, сейчас он трудится, если не ошибаюсь, над Блейс Драйв мангой, вот, к чему это я говорю, в общем, поскольку они братья, у них очень похожие стили рисовки, ну, стиль пират, скажем так, вот, более литературно, и вот эти, как раз, прожилки мне напомнили, что его брат, Кишимото Сейше, он, ну, вот, изначально, вот эта Сатана 666 манга, там было очень-очень много демонов, и как раз он, используя вот эти вот вены, он часто рисует их у демонов, да и сейчас, в принципе, продолжает, вот, ну, прикольно, как бы, так замечает, они друг у друга, там, разные штучки тырят, когда это, ну, когда знакомился, грубо говоря, с мангой, и того, и того, вот, то он начинает замечать, так что забавные весьма моменты, вот так, ну, в общем, по манге, и, в принципе, всё, пока подождите, не врубайте, в конце, во-первых, я отпихнул весёлые комментарии, комментарии действительно весёлые, так, ну, и прежде чем закончить, хочется сказать первое, на канале на Ютубе уже почти 100 подписчиков, поэтому на следующей неделе, я надеюсь, у меня всё получится, и я сделаю вам хороший такой мощненький сюрпризик, который порадует всех, и многие, кстати, просили его сделать, вот, и я его сделаю, это будет пока маленький секрет, целую неделю, так что ждите, ждите, ждите с нетерпением, потому что это будет такой весомый-весомый прям подарочек, вот так. И вот к концу мне хочется кое-что сказать, зная, что это не по теме, опять же, не по теме, вот, я посмотрел недавно фильм «Облачный атлас», это, на мой взгляд, это очень интересный, очень крутой фильм, особенно сам посыл автора, он прям очень добрый, позитивный, хороший, так что я советую вам посмотреть, единственное, наверное, зрителям младше 16, он будет очень сложен и непонятен, так что если вам меньше 16, то вы можете попробовать, но, скорее всего, вам будет сложно смотреть его. Почему я это говорю? Просто, вот, я как раз смотрел, фильм закончился, и был немного поражен. Встаю, выхожу из зала, и просто народ проходит, там, не знаю сколько, там, по 20, там, 27 лет люди идут, и так с друг другом разговаривают, типа, чувак, а ты понял, о чем фильм? Да не, ни хрена, какой-то говно, да, согласен, надо было на Джеймс Бонд идти. Вот, блин, это меня просто поразило, что народ у нас деградирует, такой офигенный, крутой, очень добрый, хороший фильм, а люди, ну, просто привыкли к какому-то, тупому трошнику. Не, я не говорю, что там, вот, Джеймс Бонд, он тупой трошняк Джеймс Бонд, Джеймс Бонд тоже хороший, весьма хороший, действительно, там, режиссер великолепного снимал. Ладно, что-то я прям отошел. В общем, если вы хотите посмотреть какой-то такой хороший фильм, запутанную историю, там, с элементами, ну, мистики не скажу, ну, короче, вот, хороший такой детектив, как минимум, то смотрите Обычный Атлас, фильм просто на все, ну, не 10, но 9,5 точно. Вот, Оранж-Мэн ставит ему 9,5. Та-дам! Ну, а теперь веселые комментарии, и я удаляюсь, пока!